В эфире программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Руслова. Здравствуйте! Очередной парламентский год подошел к концу. Время подвести итоги. Каким он был для председателя комиссии по экономической политике и бюджету Натальи Кордаковой. Наталья Александровна, расскажите, пожалуйста, как складывалась работа вашей комиссии в этом парламентском сезоне и что вообще представляет из себя комиссия? У комиссии очень большие полномочия. Это финансовые, налоговые правоотношения, это стратегическое планирование, это заключение, расторжение договоров органами власти в интересах округа. Это связь, это и транспорт, это и дорожное строительство, это жилищное строительство, в том числе и это предоставление субсидий индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам по тем видам деятельности, которые я перечислила. И могут быть другие вопросы, отнесенные ПЗП к полномочиям данной комиссии. Хочу сказать, что в этот год у нас было 20 заседаний, рассмотрено 69 вопросов, 45 из которых было вынесено на заседание сессий. Кроме того, было 24 тематических заседания. В комиссии принимают участие 10 депутатов. Работа комиссии плановая, системная, поэтому у нас четкий план работы составляется в конце года. И с учетом этого мы уже осуществляем работу. Я хочу сказать, что у нас особенности данного депутатского корпуса состоят в том, что многие осуществляли деятельность депутатскую на разных уровнях. Это в заполярном районе, это и в городе принимали участие, были депутатами, а также в областном собрании. И поэтому на 2019 год и 2020, и 2021 года мы приняли в соответствии с бюджетным процессом, который был старым еще законопроектом, а уже поступили предложения от депутатов о том, что необходимо поменять несколько и изменить подход и рассмотрение по проекту бюджета. Поэтому мы изучили опыт других регионов, побывали в Архангельской области, обменялись опытом с нашими коллегами, и провели несколько рабочих заседаний, также комиссии, и были приняты изменения в бюджетный процесс. В результате, и это, наверное, очень правильно, почему? Потому что раньше времени практически на рассмотрение бюджета у депутатов не было, чтобы вносить свои поправки. То есть вносился бюджет в собрание депутатов, и в течение 10 дней после того, как внесли проект закона о бюджете, нужно было вносить уже поправки депутатские, тогда как депутаты еще не были ознакомлены с ним. Поэтому абсолютно правильно, что мы приняли изменения эти, и уже в сентябре того года вместе с департаментами мы начали рассматривать проект закона. Затем, значит, когда был уже внесен проект закона, главный, это закон финансовый, да, был внесен на площадку собрания депутатов, непосредственно каждой профильной комиссии рассматривался. Затем после этого проводились депутатские слушания. Часть вопросов была вынесена в рекомендации депутатские, а часть вопросов осталась в работе комиссии. И это абсолютно правильное решение было принято. Таким образом, у нас публичность и гласность бюджета получилась, и больше могли высказывать не только свои избиратели, и в том числе депутаты вносить предложения, но и в то же время публичное чтение, да, если раньше публичное чтение проводили непосредственно депутатский корпус, то сейчас уже в соответствии с бюджетным процессом публичное чтение проводят администрации. Это правильно, так как разрабатывают проект бюджета непосредственно администрация, департамент финансов, и поэтому они и проводят публичное слушание. Но единственное, что мне хотелось, чтобы больше наших жителей приходили на публичное слушание и приносили свои какие-то предложения. В этом году департамент значительно увеличил информированность по бюджету. Можно было внести предложения как в электронном виде, так и на бумажном носителе. Значит, был очень большой промежуток времени, в который можно было внести. И поступили, конечно, предложения, но фактически работают одни и те же предложения от одних и тех же лиц. Но хотелось, чтобы люди, если говорят, вот ничего не делается, но чтобы они свои предложения также вносили. И в результате бюджет был на 2020 год, на 2021 год и последующие 2022-2023 года был принят своевременно, 16 декабря. Он носит также социально ориентированный. И хочу отметить, что несмотря на то, что у нас практически 50% это социально ориентированный бюджет, у нас еще 3 миллиарда 100 это непосредственно прямые выплаты. А кроме этого существуют косвенные выплаты. Косвенные выплаты, так как мы живем в условиях Крайнего Севера, и у нас намного, конечно, отдаленность, и эта вся логистика сказывается на ценообразовании. Поэтому происходит возмещение. Возмещение идет это непосредственно, например, Севержилкомсервису, нашему аэропорту, так как они перевозчиками являются. Севержилкомсервис, так как они поставляют уголь, дрова для населения. Затем нашим предпринимателям, сельхозпредприятиям, которые осуществляют деятельность по оленеводству, те, которые выпекают хлеб, потому что на самом деле цены у нас очень высокие. Необходимо, чтобы была поддержка для населения. Поэтому кроме этого еще практически полтора миллиарда выплат, это косвенных выплат, это непосредственно касается помощи наших жителей. И таким образом, если взять весь бюджет, 22 миллиона доходной части, то практически 5 миллиардов это уходит на все эти выплаты, то есть поддержку, непосредственно поддержку наших жителей. А изменения вносились в бюджет? Да, у нас в прошлом году было 4 раза изменение в бюджет, но в прошлом году, конечно, очень сложный бюджет был. Не хватало практически 5 миллиардов. И мы делали обращение, администрация, совместно с собранием депутатов, делали обращение в правительство. И поступил транш, это был последний транш, миллиард 700. Конечно, это значительно помогло. Потому что у нас коммунальные услуги непосредственно были предусмотрены только на 8 месяцев, так как средств не хватало. А если не предоставить возмещение по коммунальным услугам, это те же работники, которые работают у нас на ДЭС, в Север-Жилком сервисе. То есть они также должны получать зарплату, также и остальные выплаты. И работодатели обязаны с ними рассчитываться. Поэтому, конечно, это была хорошая поддержка. Даня Александровна, кроме бюджета, тематически проводились комиссии. Что рассматривалось на этих тематических комиссиях? Что это были за комиссии? Да, тематические комиссии. У нас есть такая практика, это тематическая комиссия. Я сказала, что практически 24 тематических комиссий было проведено, 24 вопроса рассматривалось. И в основном это вот мы выезжали, и много вопросов у наших жителей, особенно в городе возникает, по строительству многоквартирных домов. Поэтому в прошлом году мы вместе с руководителями департамента ЖКХ выезжали по этим объектам. В этом году вместе с губернатором выезжали по строящимся многоквартирным домам. Затем хочется отметить, что у нас очень хорошая и большая помощь оказывается с федералов по строительству нашей дороги до Усинска. А зимой это, можно сказать, что дорога жизни. Почему? Потому что если есть зимник, тогда на самом деле и ценник намного ниже. Потому что перевозить или на машине, или самолетом, где стоимость за один килограмм где-то составляет до 80 рублей, конечно, это намного удорожает наши продукты. Поэтому мы выезжали на зимник. Тем более в этом году зимник был несколько открыт позже, потому что не хватало снега. Да, и он был открыт с 16 февраля по 15 апреля вроде бы. Но тем не менее средства были выделены в полном объеме. И это помогло, опять же, чтобы наши жители не почувствовали сильного повышения цен на основные продукты питания. Это касается то, что города. По населенным пунктам, да, у них тоже зимники есть. Мы, значит, зимник строится на Харуту, на Харивер. Затем, значит, у нас также по зимнику завозится по западной части. Но это все-таки хорошая помощь и поддержка для малого и среднего предпринимательства, потому что возмещение меньше падает. И также и на бюджет меньше падает затрат по их возмещению. Потому что мы, я хочу еще раз отметить, что для малого и среднего бизнеса, те, которые работают на селе, возмещаем часть затрат по доставке. Но это не по всем продуктам, а там 19 наименований, которые мы возмещаем для того, чтобы стоимость их резко не возрастала. Александровна, ваша работа, она связана с работой с населением. Кто к вам чаще обращается? Жители города или жители села? Ну, смотрите, в прошлом году очень сложная ситуация была. И невозможно было встречаться, особенно на село выехать невозможно было. И поэтому мы стали применять такую практику, как ВКС. То есть мы отдаленно разговаривали с нашими жителями, с нашим населенным пунктом, приглашали руководителей, затем глав муниципальных образований, для того, чтобы понять, какие есть проблемы. Потому что, конечно, необходимо, чтобы постоянное общение было. И основная проблема в прошлом году, это, конечно же, связь. Вот, потому были проблемы со связью и стоимость интернета. У нас сейчас руководитель департамента цифрового развития новый. И мне понравилось, что вот 11 июня мы вновь заслушивали его у себя на комиссии. И вопрос уже ставится не только о качестве им, о качестве предоставления услуг, но и в том числе по цене предоставляемых услуг. А это очень важно. Потому что сегодня все выходит на цифровое развитие. И нам, и населенном пункте, конечно, очень важно, чтобы были подешевле вот эти все услуги. А затем, вы знаете, мы проводили, да, где-то полмесяца назад, опять ВКС с населенными пунктами. И по западной части основная проблема, это стоимость перелета до Архангельска. То есть в бюджете заложено у нас средство на перелет, для того, чтобы жители не переезжали, у нас округ очень большой, да, не переезжали в округ, а непосредственно могли сразу, например, с Харутой перейти в Инту. Там до Харуты лететь сюда 2 часа, а до Инты 35 минут. Но и тем более стоимость от Харуты до Наринмара там 7 с чем-то тысяч, до Инты 4 700. Это удобно. Также у нас и осуществляются перевозки с Харивера до Усинска. Там тоже небольшой перелет. Затем с Кары до Воркуты. И если с Кары лететь до Наринмара, это практически 2, а то и 3 часа, то до Инты долететь там за час можно. Это удобно. А также с Каратайки до Воркуты. Но, конечно же, удобно на Запад, когда непосредственно жители уезжают, например, с Индиги до Архангельска, да, с Пеши до Архангельска. Но по стоимости билетов, по стоимости билетов, конечно, это дорого получается. Поэтому сейчас просматриваем тоже варианты, каким образом можно снизить вот эту стоимость. Это и удобство, это то есть доступность предоставления услуг для наших жителей. А с чем еще жители села обращаются? Вот больше всего, что их волнует, самая насущная проблема, которая, ну, кроме вот транспортной схемы, что еще очень сильно их волнует? Ну, вот смотрите, я сейчас была в Харуте, да, вот в Харуте очень большая проблема с тем, что если летит вертолет, да, он садится на ту же сторону, где само поселение. А если летит самолет, то он садится на другую сторону берега Азьвы. И приходится людям переезжать на лодочке на другую сторону. Но понятно, что если это молодые люди, то проблем не составляют, а если это старшее поколение, то хотелось бы на самом деле, чтобы все-таки услуга была более безопасной, а это безопасность в том числе, если переезжают, значит, люди через эту реку, да. Затем важно очень, что, что у нас люди хотят строить на селе. Строить на селе у нас есть программа 30 на 70. А по этой программе, значит, необходимо, чтобы люди встали в очередь. Затем, если они встали на очередь, то в определенный промежуток времени, там, в течение года, необходимо, после того, как их постоянно учить, уже можешь приобретать. Они предлагают, можно ли так, чтобы мы начали строить, да, а затем уже получить непосредственно возмещение затрат по строительству этого жилья, и это бы было правильно. Ну, например, вот по Харуте тоже самая проблема, это и капитальный ремонт школы. Школа построена в 71 году, вот, еще не было капитального ремонта, но администрация уже составила смету по капитальному ремонту, и я надеюсь, что на следующий год у нас эта сумма будет заложена в бюджет, непосредственно, чтобы эти, значит, мероприятия осуществить. Дальше очень важно, что необходимо было строительство домов культуры, да, у нас дома культуры, это очаг. Значит, очаг культуры в основном в сельском населенном пункте очень много одаренных детей, много пенсионеров ходят, которые занимаются в том числе и кружками различными, поэтому, значит, принято решение о том, что вот есть земельные участки, это земельные участки, вот в Ускаре и в Харуте был аукцион, приобрели предприниматели, они сейчас будут осуществлять строительство, а затем уже можно будет эти здания выкупать. То есть это с другой стороны привлечение малого и среднего бизнеса, о чем говорит всегда президент, да, но и в то же время это ускоряет все-таки все мероприятия по строительству. Я надеюсь, что вот я сейчас в Харуте была, значит, уже началось строительство ДК, и очень надеюсь, что, ну, может, к концу года или на следующий год, в начале года, это здание будет построено, потому что старое здание ДК, которое в Харуте там 60-го года, конечно, его уже необходимо, ну, и он имеет практически стопроцентный износ. Жители села, когда мы проводили ВКС, задают вопрос, вот вы говорите, да, что там что-то строить, а мы не видим плана, перспективы развития наших поселений, да, поэтому очень хорошая программа из федерального комплексного развития сельских территорий. Комплексное развитие сельских территорий, где, значит, можно будет, а она цель и задача для того, чтобы не менее 25% жителей остались жить на селе. Для этого необходимо создать условия, то есть это мы должны построить жилье, инфраструктуру и соцобъекты. У нас в округе практически администрация проделала большую работу, на сегодняшний день по каждому муниципальному образованию уже собраны заявки, что необходимо, мы говорим не в каждом поселении, а центральной усадьбе, да, и по центральным усадьбам что необходимо сделать, что необходимо построить, и затем уже сделать одну общую программу, вот, и мы могли бы тогда уже жителям сказать, что вот по плановости, я еще раз говорю, да, по плановости системность должна быть в работе. И если у нас будет такая программа, люди будут видеть, да, куда дальше вот их поселение идет, когда что-то будет построено, и тогда, может быть, и молодежь приедет. Потому что сегодня пока вот проблема на самом деле с кадрами есть, но кадры не хотят ехать в населенный пункт, где нет общежития специализированного, потому что они пожили в лучших условиях, да, и должно быть еще какое-то производство для того, чтобы люди могли зарабатывать себе. Ну, на самом деле, может быть, и самим надо где-то более активным быть, да, мы несколько инертны на севере, вот, но тем не менее государство должно обеспечить людям работу, да, то есть предоставить условия для того, чтобы они могли зарабатывать, воспитывать детей, в том числе и строить себе жилье. А то, что касается в целом еще, да, мне бы хотелось отметить, что у нас ведь моя большая мера поддержки, я уже сказала, прямые выплаты, это только 3 миллиарда 100 в этом году, но тем не менее у нас по статистическим данным 9,4% находятся за чертой бедности. И когда стали анализировать, кто это, да, то это получилось в основном, значит, семьи, где, это 2 тысячи где-то 100 семей, где проживают 4 700 детей, и в основном возраст до 37 лет. То есть сегодня администрация прорабатывается вопрос, для того, чтобы была региональная программа разработана, это первая, и для того, чтобы была адресность, адресность, это необходимо, чтобы были социальные контракты. На сегодняшний день, да, у нас есть положение по социальным контрактам, и по социальным контрактам предоставляется такая мера поддержки, если семья находится в сложных, трудных условиях каких-то, да, но необходимо все-таки переработать, чтобы вдруг возникают вот такие только вопросы, не только для того, чтобы вот, значит, они могли поучиться, приобрести себе какие-то знания, а затем уже работать. Но, наверное, бывают и иные случаи, когда, может быть, нужно приобрести, в том числе и мебель для детей. Или еще, то есть мы сейчас прорабатываем вот этот вопрос, значит, департамент соцзащиты еще раз пересматривать все условия по заключению этих контрактов, ну и надеясь все-таки, что люди у нас будут, не будет столько людей, надеясь, что у нас фактически будут обеспечены все необходимым, в том числе и наши дети. Все-таки к горожанам вернемся. С чем горожане обращаются, что хотят? Ну, горожане, это в основном то, что касается строительства жилья, да, у нас же в городе все-таки много строится объектов, ну, очень плохо, что некоторые объекты затянуты в строительство, из-за этого возникает много вопросов, когда они будут встаны. И это непосредственно постоянный контроль у губернатора, вот, но понятно, что есть и не добросовестные подрядчики, с которыми очень сложно расстаться, но, тем не менее, значит, эта работа продолжается, и я думаю, что вот эти дома и вот эти люди, которые стоят на, значит, на очереди, на получение жилья, получат это жилье. И правильно, абсолютно, что необходимо, значит, чтобы у нас не было аварийного жилья, особенно это тоже в городе, хотя в населенных пунктах эта проблема существует, но здесь-то у нас право собственности все-таки оформлено, в населенных пунктах с этим проблема. Вот, но, тем не менее, значит, проводится большая работа, вот, и это основные проблемные вопросы, которые вот касаются непосредственно жителей населенного города. Александра, у нас какими законодательными инициативами выступали вот в этом парламентском сезоне? Расскажите немного о том. Ну, я хочу сказать, что очень хороший закон по арктической зоне принят, да, вот, и резидентами арктической зоны так получилось, что могут попадать только юридические лица, но там, значит, исключение составили у нас сельхозпроизводители, у нас не попала потребка операции, у нас не попали до общины, поэтому мы делали обращение, приезжала, здесь была на заседание комиссия по правым вопросам, а ПЗП, значит, и было сделано обращение непосредственно еще в правительство. Я думаю, что, наверное, и наша работа в том числе, и работа других регионов была услышана, и, значит, Госдумой принят закон, который расширяет перечень вот этих резидентов, то есть будут включаться все юридические и физические лица, которые осуществляют деятельность на территории арктической зоны. Вот, ну, я жду, я думаю, что Советом Федерации эта инициатива будет поддержана. Таким образом, вот то, что мы выходили с инициативой, нас тоже, в том числе и нас услышали, потому что работают все регионы. А вот, и когда парламентская ассоциация принимает какие-то решения, вместе и обращается, да, тогда вот не по одному, а каждый свои вопросы, тогда вот это на самом приводит к какому-то решению. Да, Александра Ивановна, а картинечка, вот почему это важно? Вдруг кто-то из телезрителей смотрит? Это важно, почему? Потому что вот у нас с 15-го года мы практически рассматривали вопросы по страховым взносам. В 11-м году страховые взносы для малого и среднего бизнеса были увеличены с 11 до 30%. Неоднократно предпринимательское сообщество обращалось и к Владимиру Владимировичу, в том числе и правительство, но в этом году, в связи с тем, что эпидемия произошла, да, в 2020 году, значит, в первом обращении президент сказал, что страховые взносы уменьшатся с 30 до 15%. Это очень хорошая помощь и поддержка. А то, что касается по арктической зоне, там страховые будут снижены еще с 15 до 7%, до 7,5%. Кроме этого, там еще существует дополнительное, значит, снижение по налогам. Поэтому это очень хорошая мера поддержки для тех, кто осуществляет свою деятельность в арктической зоне. Да, Александровна, и вот обычно в конце сезона, парламентского сезона, любого сезона, подводят какие-то итоги и перспективу смотрят на будущее. Вот на ваш взгляд, какие вопросы требуют решения, на чем следует в следующем сезоне парламентскому уделить больше внимания? Ну, я так думаю, что все-таки, ну, вот меня всегда беспокойство вызывает наше поселение. Поэтому я очень надеюсь, что будет принята вот эта программа комплексного развития сельских территорий в нашем округе. И тогда у нас жители, в том числе сельские жители, не будут спрашивать, ну, что вы там принимаете, что-то там, значит, местечково делаете, а мы не видим плана развития. То есть, если будет такая у нас принята программа, это на самом деле хорошая помощь и поддержка для развития в целом региона, не только, значит, для сельских поселений. Ну, это как одна из задач. А какие, вот, менее важные задачи, какие, что еще вы планируете делать? Ну, менее важные задачи, я вам сказала, что очень важно, чтобы все-таки у нас была адресность. У нас сегодня 170 мер поддержки, да, а когда приезжаешь, людям начинаешь объяснять, они говорят, так мы что-то и не видим, где эти меры поддержки. Поэтому, на самом деле, может быть еще и меры поддержек много, но мы не объясняем информированности жителей очень мало, да. Вот возьму маленький пример, да, только вот то, что касается перевозок. Мы, значит, внутри межрегиональной, межмуниципальной перевозки, в прошлом году было потрачено 345 миллионов средств бюджета. А это что? Это то, что касается, если из города, например, в Аркут, в Кару, или в Харуту, или в Каратайку люди куда-то ездят, да. А, значит, мы для жителей, которые до 23 лет, и женщины 50, и мужчины 55 лет, на 50% снижена стоимость билетов. Но, учитывая того, что мы проживаем в условиях Крайнего Севера, стоимость билета вообще составляет где-то 49 тысяч. Никто у нас 49 тысяч не платит. Самое большее, это, наверное, 11 тысяч билетов. И то те категории, которые я назвала, на 50% ниже. То есть мы должны людям информировать, что на самом деле вот такой бюджет, а сейчас у нас, вот мы принимаем бюджет, будут изменения в бюджет. 1 июля у нас сессия, значит, на которые будут носиться изменения. На 2 миллиарда доходная часть увеличивается. Несмотря на это, у нас не хватает средств для того, чтобы закрыть все коммунальные услуги для наших вот этих Север-Жилкомсервисов, ДЭС и всех остальных. А это практически по октябре месяц. Нам еще нужно было денежных средств. То есть денег, как говорят, всегда не хватает. Но, тем не менее, значит, я думаю, что развитие будет дальше происходить. Ну, и будем строить наш округ. Наталья Александровна, а еще постановление Совета Федерации по итогам Дней НАУ. Расскажите, пожалуйста, об этом. Да, это хорошее было у нас мероприятие проведено. Хочу сказать, что там из 24 уже 17 сняты у нас с контроля. Основное, это то, что касается у нас, если взять по сельским населенным пунктам, то это по нацпроектам у нас капитальный ремонт происходит в здании, я уже говорила по ДК, это здание ДК в Красном и в ОМИ. Это капитальные ремонты. На следующий год у нас будет осуществлен ремонт в Коткино. Затем в данном мероприятии предусмотрено также приобретение МРТ, о чем мы все время говорим, да, и пристройка к нашему главному корпусу больницы. Очень важно, что там есть такое мероприятие, как строительство пришкольных интернатов в поселке Каратайка, потому что дети с ЕМТО, они проживают у нас в Каратайке, в старых, в холодном здании. Необходимо, конечно, для того, чтобы дети у нас были в нормальных условиях, жили в нормальных условиях, необходимо прочное строительство его. То есть вот эти все мероприятия, конечно, должны быть сделаны. Я надеюсь, что будут они доделаны. Тарья Александровна, спасибо, что пришли, нашли время. Я прощаюсь с вами и напоминаю о том, что в гостях нашей программы была председатель комиссии по экономической политике и бюджету Наталья Кордакова. До свидания, до встречи в эфире.